Итак, президентские выборы в Беларуси состоялись. По данным на 12 часов, в стране проголосовал 51,2% избирателей. Об этом в предыдущем выпуске новостей нам сообщил секретарь Центризбиркома Николай Лазовик. А какова ситуация на этот час, узнаем из информационного центра. В эти минуты там начинается пресс-конференция представителей ЦИК. Национальные наблюдатели. Мы раньше доводили такую цифру. Это была предварительная цифра еще до начала досрочного голосования. Более 37 тысяч. Окончательная цифра на сегодняшний день 43 571 наблюдатель. Работают в участковых избирательных комиссиях. Если посчитать эту цифру разделить на 6 тысяч избирательных комиссий, 6 тысяч 80, то получается на каждом участке по 7 наблюдателей. Конечно, не на каждом участке столько. В городах будет больше, в сельской местности меньше. В городе Минске где-то даже в два раза больше. Порядка полтора десятка наблюдателей на избирательном участке. И еще я хотел бы больше для телезрителей, которые будут смотреть эту пресс-конференцию, дать одно разъяснение избирательного законодательства. В нашем избирательном законодательстве есть такая норма голосования избирателей по месту нахождения. Раньше эта норма называлась голосование на дому. Но голосовать можно не только на дому. По каким-либо причинам, допустим, человек находится на рабочем месте и не может покинуть свой рабочий пост. Он может тоже дать заявку, и члены избирательной комиссии должны прийти к нему и дать возможность проголосовать. Так вот, некоторые граждане расценили эту норму, что голосовать по месту нахождения, это значит, я могу проголосовать в любой точке Республики Беларусь, где я в настоящее время нахожусь. Это совершенно неправильное понимание законодательства. Гражданин имеет право проголосовать на том участке, где он внесен в списки граждан, имеющих право голосовать. А в списки вносится на основании регистрации, или как раньше называлось прописки, временной или постоянной. И если у многих граждан такая ситуация складывается, поступает к нам много звонков, что гражданин прописан в одном месте, а фактически проживает в другом месте, то для того, чтобы его включили в список по месту фактического проживания, необходимо представить документ. То ли это будет документ об аренде, найме жилья, то ли, может быть, там какие-то документы, что он там платит за это жилье в коммунальную службу, но должен быть официальный документ. Просто со слов, что я здесь проживаю, а таких звонков к нам поступает много, недостаточно. Но если документы есть, комиссия без всяких лишних формальностей включает этого гражданина в дополнительный список, и он имеет право проголосовать. Ну, я думаю, что у вас уже есть информация о итогах голосования на 12 часов. Более свежих сведений на 14 мы еще не получили. Это как минимум 30-40 минут надо, чтобы они от участков дошли до Центральной комиссии. Но я с удовольствием заявляю, что на 12 часов во всех областях выборы состоялись, то есть во всех областях явка превысила 50-процентный барьер. В городе Минске на 12 часов явка составляла 39,29%, то есть подходит к 40%. В среднем по республике на 12 часов проголосовало 51,2% избирателей. Сейчас готовы выйти на связь регионы. По графику сейчас должны быть готовы представить информацию о ходе голосования в областях Гомельская и Минская области. Я попрошу включить Гомельскую область. Ну а мы продолжаем обсуждать президентские выборы в нашей мобильной студии, студии агентства теленовостей, которая развернута здесь, в информационном центре. И сейчас рядом со мной Давид Ротман, профессор, доктор социологических наук, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Давид Генрихович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы слышали последнюю информацию. Фактически сегодня в полдень выборы уже по всей стране состоялись. То есть явка превысила 50%, плюс довольно серьезная цифра по досрочному голосованию. Как прокомментируете, что означает такая активность избирателей? Ну, я думаю, что как бы особой неожиданности для нас это не составило. Дело в том, что наши избиратели на всех выборах, в общем-то, достаточно активны. Но о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что они понимают, что они должны выполнить свой гражданский долг только и всего. И самое главное, что они не только понимают, но и реализуют это понимание. Но могут ли эти цифры говорить о том, что растет и политическая культура у граждан, и, может, доверие к власти? Что касается доверия к власти, то это наверняка. А что касается политической культуры, она растет, но не столь быстро. Потому что для того, чтобы она поднялась на очень высокий уровень, требуется определенный опыт. Это точно так же, как ценности. Они формируются и изменяются на протяжении нескольких поколений. Здесь тоже. Но то, что люди понимают, что они хотят, это очень важно. Мы видим, что нынешние президентские выборы проходят на фоне внешней нестабильности, на фоне порой трагичных событий, печальных, которые происходят в разных и даже приграничных с Беларусью странах. Скажите, насколько эти факторы влияют на сознание избирателей? Тут однозначно тоже понятно, что эти факторы очень даже сильно влияют на сознание избирателей. Потому что у нас открытая страна, у нас открытые границы. И мы знаем, понимаем, ощущаем то, что происходит не только у наших соседей, но и достаточно далеко от нашей страны. И каждый человек, и это нормально, моментально проецирует на свои потребности, возможности. Вот это вот происходящее, отсюда исходя, делает выводы каждому человеку, в том числе и Беларусу. В первую очередь нужен мир, нужны возможности для того, чтобы реализовать свои планы, которые есть у каждой семьи, у каждого человека. В этом году три авторитетные организации проводят экзитполы, опросы на выходах с избирательных участков. Скажите, сколько это новое явление для Беларуси? Может быть, есть какие-то новшества в этом году? Ну, то, что экзитполы у нас проводятся не первый раз, это понятно. Это уже отработанная технология, отработанная система. Проводят очень авторитетные организации, с моей точки зрения. Ну, не только по своему уровню научному, но еще и потому, что они имеют опыт проведения таких вот работ. А одно из новшеств для нашей страны, это то, что на нынешнем, на сегодняшнем проходящем экзитполе присутствуют международные наблюдатели экзитпола, а не выборов. И сейчас они разъезжают по нашей стране по определенным направлениям для того, чтобы посмотреть, как работают интервьюеры, правильно ли они осуществляют свою деятельность, правильно ли они собирают информацию, ну и так далее, и так далее. Они потом сделают вывод о том, насколько эффективен, профессионален проведенный экзитпол. Это очень важно. Ну и еще одно, как я осведомлен, через некоторое время эти наблюдатели, а также руководитель одной из фирм, проводящих экзитпол, это Евразийский барометр, Вена Австрия, будут докладывать на Комитете социологии и политики, Всемирной политологической ассоциации о результатах нашего экзитпола. Это очень важно для того, чтобы все поняли, что у нас выборы проходили правильно и нормально. Ну что ж, Давид Геннадьевич, спасибо. Я напомню, что мы общались с Давидом Ротманом, директором Центра сетологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Но мы продолжаем свою работу здесь, в информационном центре. Следующая пресс-конференция состоится в 16.00, общаться с журналистами. Будет уже председатель ЦИК Лидия Ермошина. Ну и вот стоит отметить, что представители ЦИК сегодня весьма пунктуальны, и общение с журналистами начинают строго по установленному графику. Мы вновь выйдем в прямой эфир уже в 16.00. Коллеги, вам слово. Спасибо, Сергей. В информационном центре проходит брифинг для журналистов, а мы продолжаем следить за голосованием в стране. Продолжение следует...